Ева, всем привет! Сегодня хочу вам показать любопытный бой на Type 5 Heavy. Любопытен он будет по нескольким моментам. В начале боя, как мы видим, закинул меня в топ, и казалось бы, это изи катка. Едь просто настреливай, казалось бы. Но что мы видим? Мы видим двух великолепных, великолепнейших просто союзников на тяжелых танках. Конкуэрера и Type 4 Heavy. Видим, да? Видим. Я вот как раз в бою камеру тоже крутил. Не мог поверить своим глазам, куда они поехали. Куда они поехали? Я даже у Type 4 спросил такой вот вопрос в чатике. Ну, здесь у меня просто уже горела слегка пятая точка после таких союзников. Ну, вот реально, что у него происходит в голове у этого Type 4 Heavy? Сложно это, конечно, понять. Сложно. Соответственно, что я предпринимаю? Вижу, что вместо легкой катки придется, очевидно, либо потеть, либо тащить, либо делать и то, и другое. И можно побольше. Направо у нас поехало всего лишь два союзника, 54-ка и ИС-3, от которых, естественно, там особо толку не будет. И, соответственно, я принимаю решение встречать противников на базе. Как вот в клановых боях я играл для получения объекта 907-го, но только в клановых боях там как бы это целенаправленно делается. То есть, есть такое понятие разменять союзника. То есть, какой-то союзник приносится, условно говоря, в жертву, и пока он приносится в жертву, настреливаешь урон по противникам. Но если в клановых боях это делается осознанно, то в рандомных боях это как бы специально сделать не получится. Но вот в данном случае что я могу сделать? В данном случае я могу попробовать разменять ИС-3 и 54-го максимально дорого. То есть, чтобы противники заплатили максимально высокую цену за то, что они сейчас поедут и, очевидно, убьют ИС-3. Ну, никак его не спасти, надеюсь, все понимают. И смотрят себе на мини-карту, видят, куда он уставит. 4-й приехал. Конкурер вообще у нас снизу стоит. ПТ-шит нас на тяжелом танке 9-го уровня. И вот прошло буквально 2 минуты, противники пошли в атаку. Первый подставляется 49-й на 600 хп. Повезло, что попал, но не повезло, что не пробил. Мог вообще ваншотнуть при удачном раскладе. Ну, и, соответственно, максимально задорого размениваю ИС-3. Даю еще один урон по коню на 600. 611 по Т49, 602 по Конкуреру. Стабильность. Признак мастерства, как говорится. Мастерства моего великолепного японского наводчика. Сотка, кстати, на ББшках. Это хорошая новость. Второй момент, что я делаю после того, как я максимально дорого размениваю союзников, это я минусую стволы. Потому что чем меньше стволов, тем меньше танков будут меня окружить. Тайп-4 оптимист пробует меня пробить ББшкой. И С-100 продолжает по мне стрелять ББшками. Дай бог здоровечка. И С-100, конечно же. А вот по Конкуреру прошла маленькая Альфас. Перехвалил я, видимо, своего наводчика. Ну и откатываю себя дальше назад, чтобы не получить еще одну плюху от Конкурера. И чтобы не оказаться в окружении. Однако в окружении я уже оказался. Потому что, как мы видим по миникарте, все, вообще все союзники, кроме одной 34-ки, эстервейхи и арты, они все катаются по левому флангу. Соответственно, я что делаю? Делаю Найс Шопт. Минусую револьверы ИЗ. И разворачиваю лоб пока что на ФВ-ху. Потому что тяжелые танки еще не доехали. Соответственно, пока у меня задача не принимать урон от ФВ. И от Т-49. Который хоть и стоковый, со стоковой пушкой, но в этой пушке очень жесткий ДПМ. И четко в спину мог бы меня неплохо продамажить. Тем временем справа засвечивается Тайп-4. Хоть он и фуловый, но Т-49 продамажить не могу, забрать не могу. Поэтому пока, чтобы времени не терять, наношу урон по нему. И разворачиваю уже потихоньку корпус в сторону тяжелых танков. Шеридану отдельное спасибо за то, что минусанула вот эту ФВ-4202. Ну а я возвращаюсь к тяжелым танкам. И ИС-100 видит Тайп-5. Хей, фуловый ИС-100 едет, видит шотного. Ну не шотного, такого покоцного. Тайп-5 и пятится назад. Страшно, да? Страшно, ИС-100. Страшно. Поехать бы сейчас тебе ИС-100 на меня вывалиться просто. Кстати, тем временем, пока ИС-100 на меня не упаруется. Еще один Найс-шот в оглушении по Т-49. Так вот, ИС-100 надо было просто упороться. И следом с конем они бы уже начали меня дамажить. И могли бы перейти непосредственно к захвату базы. Конкурер шотный. Соответственно, несмотря на то, что я могу получить плюху от Тайп-4, естественно, я сначала добираю Конкурера. И теперь разворачиваю лоб на Тайп-4 Хэви. Схватка у нас будет неравная. Битва двух Якадзун. Единственное, у него можно было бы выцелить. Попробовать бы мне лючок пробить. Вот. Ну а я стрелил на целенаправленном упаднище, чтобы сплэшем больше ХП вывести. Сотка нашла себе какую-то другую цель. Вот Сотка вообще красавчик. Он, видимо, играет в одной команде с нашим Тайп-4 и Конкурером. Тайп-4, кстати... А, фугас. Подождите, подождите, подождите. Что-то я не заметил. Вот момент, как... Скорее всего, я сам себя, да, я сам себя продамажу. А, нет, Тайп-4 меня пробил голдовой ББшкой. Видимо, в лючок, в упор. Сотку видели, да, как я танканул? Добираю Тайп-4 Хэви и разворачиваюсь на Сотку. Сотка на ББшках оптимист. Ну, при этом он ББшками своими мог бы меня пробить. В борт он все-таки притерся, если бы он более грамотно действовал. Поднище СТО, ну и... Либо в каток поднище, чтобы сбить еще и каток. Чтобы максимально выбить с него урон. Оптимистный СТО продолжает стрелять ББшками. И отправляется... Сейчас он в ангар. Поднище не могу стрельнуть, поэтому стреляю вниз башни, чтобы снаряд разорвался над капотом. И сейчас меня порадуют комментарии от союзника. Во-первых, Шеридан делает антиподсос. Антиподсос. Смотрите, Шеридан вообще просто... Просто красавчик. Шеридан увидел, что у меня пять фрагов. Он сделал невероятное. Он добил просто союзника, который приехал на подсос. А СТРВ написал Тайп-5 Хэви. Что ты за зверюга? Надо отметить еще, помимо... Помимо... Подождите. Помимо моих действий, как раз вот Шеридана надо отметить. Затащу бой за вас. Пять тысяч урона настрелял. Прикрывал. Тылы. И еще и дал возможность получить воина. В таким необычным способом. А что же сделал наш Тайп-4? Он сделал два результативных выстрела. Один, видимо, у него залетел шальной выстрел по картону. Ну и он с чувством выполнил надолго. Наверняка думает, что я в топ-3 по урону. В принципе, я сделал много для того, чтобы затащить этот бой. Ну а конкурер у нас 18 раз стрельнул. Три раза результативно. Не летел снаряд, очевидно. Там пинг, все дела и так далее. Вот такой бой. Достаточно любопытный. Побольше вам таких союзников, как Шеридан, который затащит бой за вас. И таких союзников, как я, который тоже поможет вам тащить бой. Ну и поменьше, конечно же, таких союзников, как Сухой Захватчик. И кто? И Сига Тотал 90. Или 9D, я не знаю. Вот. Если вам понравился бой, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok